Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня, 1 июня, в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Сегодня овны, отправляясь в путешествие, могут обнаружить новые территории, где не ступала нога человека. Английский исследователь Джеймс Росс в 1831 году открыл Северный магнитный полюс. Еще в 12 лет он попал во флот, оказавшись на корабле своего дяди, капитана Джона Росса. В 18 лет он с дядей на судне Изабелла отправился в первое путешествие в Арктику, в район Баффиновой земли. А в 1820-х годах участвовал в трех северных экспедициях под руководством Уильяма Парри в исследовании северо-западного прохода. Обхаживать свои владения сегодня, возможно, будут тельцы. Российская императрица Екатерина II в 1787 году устроила смотр русского флота в Инкермане. Близнецы. Если вы решили попробовать себя на поприще творчества, то сегодня самый подходящий день для воплощения мечты в реальность. В Лос-Анджелесе в 1926 году родилась Норма Джин Бейкер, будущая киноактриса Мэрлин Монро. В 20 лет Мэрлин отнюдь не была красавицей. При росте 162 сантиметра она весила около 60 килограммов. Но свою женственность и великолепие она создала сама. Мэрлин оставила после себя километры кинопленки со своим участием и тонны бумаги с собственным изображением. Все в Мэрлин было уникально. Взгляд, походка, умение держаться, фигура, прическа, улыбка. Ракам сегодня свойственна демонстрация своих достижений. В Петербурге во время правления императора Николая I вокруг Спаса Преображенского собора в 1830 году была установлена ограда из турецких орудий, трофеев русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Достаточно рентабельную сделку сегодня могут оформить львы. Соединенные Штаты Америки, во главе которых стоял президент Гердер Гувер, в 1931 году заключили контракт с Советским Союзом об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Девы сегодня могут принять участие в строительстве архитектурного сооружения и этим самым запечатлеть о себе память в истории Отечества. В Петербурге по проекту архитектора Джакома Кваренге в 1806 году возвели здание Смольного института, который стал памятником истории и архитектуры, резиденции губернатора Петербурга и музеям. Весы. Будьте готовы сегодня к образованию нового филиала на производстве. Греческие поселенцы в 1779 году основали Мариуполь, город областного значения в Донецкой области Украины, на берегу Азовского моря, в устье реки Кальмиус. Сегодня Мариуполь – это второй по значению город в области после Донецка, десятый по численности населения в Украине. Он является металлургической столицей страны, вместе с тем остается его значение как курортного города. Работать над конструированием летательных аппаратов может быть будут сегодня Скорпионы. В 1955 году был утвержден эскизный проект тяжелого военного транспортного вертолета Ми-6, первый полет которого состоялся через два года. Он строился крупной серией, как в военном, так и в народно-хозяйственном вариантах. На этом вертолете летчики-испытатели неоднократно устанавливали мировые рекорды. Стрельцы сегодня могут посвятить себя военно-морской деятельности. В СССР, который возглавлял Иосиф Сталин, 1 июня 1933 года была сформирована Северная военная флотилия с местом базирования в Кольском заливе. Через 4 года флотилия была преобразована в Северный флот. Безуспешный день сегодня у козерогов для утверждения собственных проектов. Сенат США в 1920 году отверг предложение своего президента Вудру Вильсона установить американский протекторат над Арменией. Предложения Вильсона были положены в основу Версальского договора. Вильсон был одним из инициаторов создания Лиги наций, однако Сенат США отказал в вступлении в эту организацию. Для водолеев день тоже не предвещает ничего приятного. Во избежание различных катаклизмов лучше не планировать на сегодня каких-либо встреч. В своем дворце в 193 году солдаты убили римского императора Дидия Юлиана. Он происходил из знатного медиаламского рода. Среди его предков были и консулы, и префекты Рима. Однако титул римского императора Дидий Юлиан купил за деньги у претерианцев. Превосходный день для обогащения сегодня у Рыб. При президенте Джорджа Вашингтоне в 1792 году Кентукки стал 15-м штатом США. Наименование Кентукки происходит от индейского названия одноименной реки, насчет значения которого до сих пор сохраняется разногласие. По одной из версий выражение означает темная и кровавая территория охоты. Предлагаются также варианты завтрашняя страна, земля лугов и другие. Имея недругов, помните об истине, которую высказал английский государственный деятель и писатель Джордж Севилл Галифакс. Если хочешь быть мудрым, всегда держи врага в поле зрения. С вами была программа Исторический гороскоп и я, Анастасия Бусыгин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова